И мы продолжаем. Сегодня в Якутии стартует декада, посвященная Дню профсоюзного работника в Республике. Традиционно в эти дни во всех улусах Республики проходят профсоюзные мероприятия, Дни открытых дверей, в республиканских и районных профсоюзных организациях семинары, торжественные собрания. Более подробно об этом нам сегодня расскажет наш гость, ведущий специалист правовой инспекции труда Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия, Петр Соколов. Доброе утро. Доброе утро. Ну, профсоюзную декаду открывает День бесплатной юридической помощи населению, который организует Федерация профсоюзов Республики. Более подробно расскажите нам об этом мероприятии. Я хочу сказать, что вот этот День бесплатной юридической помощи, он уже фактически 11 лет, но в 2011 году Егор Афанасьевич Борисов, в то время бывший президентом Республики указом 626, установил за плодотворную работу в социальном партнерстве, установил День профсоюзного работника, который ежегодно у нас отмечается 27 ноября с 2011 года. Соответственно, в этот период у нас проходят различные мероприятия, встречи в трудовых коллективах, в министерствах, во всех поднимаются различные проблемы для того, чтобы в дальнейшем их попытаться решить. Но и декаду у нас, вот это он обычно открывает День бесплатной юридической помощи с приглашением различных организаций, которые в данный период времени актуальны при решении тех или иных вопросов. Сегодня у нас с 10 часов до часу дня по адресу Курашова, 24, в здании общественного центра на втором этаже будет проходить День бесплатной юридической помощи, который открывает эту декаду, посвященную Дню профсоюзного работника. Ну как много юристов, специалистов готовы принять население? В этом году принимают участие 16 организаций, при этом организации с различных отраслей права. То есть мы ежегодно делаем аналитику и приглашаем те организации, которые в настоящее время интересуют население здесь у нас в республике. Ну вот допустим, что касается Дальневосточного гектара, у нас будут специалисты, министерство имущества, пенсионное законодательство в последнее время изменилось. Мы всегда приглашаем специалистов пенсионного фонда, страховые компании, банки, вот что касается ипотеки, адвокаты, нотариальная палата, уполномоченный по правам человека, то есть спектр вопросов, которые человек может прийти в одно место и получить квалифицированную юридическую помощь в различных отраслях права, он разнообразный. Судебная пристава, налоговая, миграционная служба, то есть эти все моменты, они у нас как бы специалисты из этих организаций будут принимать у нас активное участие. А какие вопросы все-таки чаще всего волнуют граждан? Ну, я думаю, что в этом году будут актуальны вопросы, касающиеся пенсионного законодательства. И в прошлом году очень много вопросов было, касающиеся дальневосточного гектара, ну, в области трудового права. В принципе, от этого как бы никто не уходит, то есть они есть всегда. Что касается банков, рефинансирования, то есть в этом году у нас приглашены, примут участие два банка, это Алмаз-Эргенбанк и Россельхозбанк. Поэтому вот данные банки извили желание принять участие у нас в данном мероприятии. Вот что касается правовой инспекции труда, да, профсоюзов Якутии, они проводят консультации по трудовому праву и в другие будни. Кто может к вам обратиться, с какими вопросами, всем ли вы помогаете? Консультации проходят ежедневно. При этом у нас как бы установлен график приема граждан. Это вот понедельник и четверг с двух до пяти, а вторник, среда, пятница с девяти до двенадцати. Третий этаж общественного центра по адресу Курашова, 24, принимает специалиста. При этом я хочу сказать, что мы консультируем только тех людей, которые работают, которые являются членами профсоюза. Почему? Потому что здесь у нас юридическая консультация происходит бесплатно. И я вам хочу сказать, что в большинстве своем те проблемные вопросы, которые приходят работники к нам, они решаются. Что ж, хочется сказать, чтобы люди вступали в профсоюзы, да, и приходили. Можно еще раз, я хочу пригласить всех жителей и гостей столицы принять участие и получить квалифицированную юридическую помощь от специалистов различных отраслей права. Мы с вами прощаемся.